Всех приветствую на веб-семинаре по применению шифрования в этичном хакинге. Мы собрались в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ Баумана и собрались три раза. Кто-то в гости заехал к нам в комплекс радио, кто-то подключается удаленно. У меня есть такая вот программа GoToWebinar. Может быть, кто удаленно подключается, это окно и не видит, но она есть. Здесь у нас чаты, здесь вопросы можно задавать. Основной зал зрителей будет, возможно, в записи семинар смотреть. Тогда тех зрителей, которые в записи семинар посмотрят, тоже приветствую. Меня зовут Сергей Клебогин Сергей Павлович. Я инструктор в Центре специалист и разные курсы в Центре специалист провожу. На Центре специалиста много разных курсов. Можно зайти на сайт специалиста или клебогин.ру в интернете написать ко мне на страничку «Попадете». Написано давно, в специалисте работаю много разных статусов имею. Имею статус этичного хакера, расследователя компьютерных инцидентов, защитника от хакерских атак, специалиста по шифрованию, руководителя службы информационной безопасности, мастера по тестированию на проникновение. Статусов много, но почему они мне нужны? Не потому, что вот думаю, дай-ка я сдам экзамен. Курсы разные провожу, они соответствуют какому-то статусу. Чтобы других учить, нужно самому сертифицироваться. Поэтому специалисты оплачивают сдачу экзамена, и курсы разные читают. Давайте я расскажу о семинаре. Время от времени специалисты не только курсы проходят, а еще и такие семинары. Бесплатные, и инструктор что-то по темам своих курсов на таких семинарах рассказывает. Зачем это нужно? Специалисту семинар такой нужен, чтобы прославиться, чтобы рассказать о курсах, чтобы студенты приходили, учились. А мне зачем нужно? Затем, что часто на курсе бывает какая-то тема, которую хорошо бы рассказать, но она такая вот большая, такая вот интересная, и про нее бы целый час рассказывать. А курс 5 дней, времени нет на эту тему. Но рассказать хочется. Вот тогда я так расскажу на семинаре, а когда курс провожу, студентам говорю, студенты, смотрите, вот если интересна эта тема, вам семинар. И наоборот, бывает что-то, что я ожидаю, что студенты уже знают, придя на курс. И чтобы такую подготовку студенты точно получали, и семинары провожу. Вот сейчас точно так же собрались, как уже не в первый раз. И я расскажу о курсах трека цех, как мы учимся, и какое место шифрования на этих курсах есть, присутствует. Ну и так же запись делаю. И у нас не первый семинар. Можете ко мне на страничку зайти, увидеть, что вот записи семинаров. Например, Вайршарк, снифер номер один. Придете на курс учиться в защите от хакерских атак. Я вам скажу, что полтора часа семинар, посмотрите. Я вам сейчас детально про Вайршарк рассказывать не буду, но буду ожидать, что вы хоть на таком уровне, как полтора часа семинара, а им владеете. Сейчас у нас проходит курс анализ безопасности. Мы используем метасплойт фреймворк. И я студентам уж говорю, давайте я вам прямо сейчас полтора часа рассказывать не буду, но если хотите, вот архитектура, основные возможности метасплойт фреймворк, посмотрите этот семинар. Точно так же этот семинар будет, еще видео семинары проводим. Теперь давайте определимся, кому это полезно. Вот этот семинар всем полезен. Семинары бывают сложные и технические, и если вы там не специалист, не айтишник, может быть вам и не обязательно смотреть такой семинар, сложно будет. А то, что сейчас хочу рассказать, это такие основы, что всем нужны, и специалистам, и пользователям, и хакерам, и аналитикам. Что в специалисте самое главное и ударное, на мой взгляд? На мой взгляд, самый лучший курс специалисте, тысячи курсов специалисте, это учебный центр, а самый лучший курс по этичному хакингу. Это и я так считаю, и студенты считают, если зайти на сайт специалиста, здесь покопаться, этичный хакинг, тестирование на проникновение. Вот самый лучший курс специалистов. Потому что после этого курса вы уже будете четко представлять, имея такие материалы, вы будете четко представлять, в чем может быть опасность для вашего ноутбука дома, для вашего рабочего компьютера, для компьютеров, серверов в вашей организации. Вот пять дней, и после этого вы уже будете хорошо представлять, как трояно работают, сниферы, социальной инженерии. Вот программу курс на сайте специалиста можно посмотреть. Но нельзя так вот прийти сразу, пять дней поучился, и все, человек хакер стал. Так не бывает. Даже на сайте специалиста написано, если вы взялись учиться информационной безопасности и этичному хакингу, то будьте добры, имейте какую-то подготовку. А какую подготовку нам неплохо иметь? Специалист требует, чтобы студенты уже имели какую-то подготовку или представление о том, как защищаются компьютеры. Вот есть курс защита от хакерских атак, он тоже авторизован компанией EC-council, совет по электронной коммерции, тоже может сдавать сертификационный экзамен. И на сайте специалиста, я думаю, всегда необходимо программу курса читать. Даже не потому, что вы пойдете на курс, а просто потому, что защитники информационных систем должны знать. Вы видите, что даже если вы на курс не пойдете, самостоятельно будете учить, вы уже знаете, что для этого, чтобы защищать компьютеры, вы должны знать основы компьютерных сетей. А что это из себя представляет? Вот вам программа курса. Где угодно темы ищите, изучайте. Угрозы сетевой безопасности, уязвимости атаки, управления. Знаете, ребята, это все теоретические основы. Вот в начале. То есть вы придете, я вам буду рассказывать, что пока что не надо ничего конфигурировать. Давайте просто поймем, что такое информационная безопасность, на чем она держится. А уже потом начнем что-то внедрять. Давайте учиться конфигурировать хосты. То есть компьютеры безопасно. Шифрующую файловую систему будем настраивать. Ставить обновления, системные службы настраивать. И вот пойдем по этим пунктам. Потом файрволы будем учиться проектировать, конфигурировать. Система обнаружения вторжений. Это уже что-то мы будем делать руками. У нас будет учебный стенд. И мы будем иметь виртуальные машины. Десятка, восьмерка, семерка, сервера всякие. Linux, Windows. Вот давайте настроим сервер так, чтобы его не взломали. Давайте там система обнаружения вторжений, виртуальную частную сеть, еще что-то. И, конечно же, если мы хотим защитные меры внедрять, мы должны уметь этот сервер администрировать без всяких защитных мер, просто чтобы он работал. А уже после этого уже к хакингу идем. Поэтому, если вы захотите учиться даже безопасности, здесь снова написано, если вы хотите быть защитником, пожалуйста, знайте, как работает межречевое взаимодействие. ДНС, DCP, маршрутизация, потом это защитим, потом взломаем. Ну, и английский язык чуть-чуть тоже нужно снять. Что еще в основах для этичного хакинга существует, что очень хорошо было бы изучить? Ребята, это шифрование. Что бы вы ни изучали, безопасность веб-приложений, безопасность, шифрующая файловая система, вот мелькала в программе, всегда будет какой-то элемент криптографии. И сколько времени надо учить криптографию, по-хорошему, денек, другой, третий надо поучить. Вот, есть курс защиты от хакерских атак, мы пять дней будем учиться этому курсу, а то давай выделим три дня и только шифрование будем учить. И здесь снова программа курса специалист по шифрованию очень такая вот развернутая программа курса. Что вы должны знать как специалист по криптографии, если метите в хакеры? Почему это важно? Потому что давайте сейчас зайдем в Google и напишем хочу про шифрование узнать. Вам Google скажет вот, пожалуйста, читай введение в классическую криптографию в 18 томах, давай изучай, у нас нет столько времени. Но вот тот минимум, что такое симметричная криптография, теория чисел, как она применяется, вот это точно хакеру и безопаснику знать нужно. И вот этот минимум за три дня, включая криптоанализ, разберем. И это будет основы для этичного хакинга, теоретические основы. Новый курс в дополнение к защите от хакерских атак появляются специалисты, может через месяц уже группа стартует, первое, будем учиться шифрованию. И теперь давайте обозначимся в пути. мы хотим быть специалистом по информационной безопасности, даже хакером хотим, мы знаем, что мы должны знать теоретические основы безопасности, мы должны уметь администрировать компьютеры, если хотим технические меры применять, и сами защитные меры, которые существуют, должны уметь на этих компьютерах, которые мы администрируем, настроить. Есть такая последовательность, можно зайти на сайт esecancel.org, компания, которая придумала и сертификацию, и курсы, там увидеть, что это международная программа. Наш семинар, то, что сейчас хочу рассказать, я расскажу вот про это, про самое-самое начало, что лежит в основах защиты. Хорошо, наметили себе планы, будем основу изучать, администрирование изучать, а что будет потом. А потом, когда мы изучим хакинг, мы можем двигаться дальше, в сторону анализа безопасности. Сейчас кто-то из студентов такой курс проходит. Зачем ты учишься анализу безопасности, ты уже хакер? Хакер это только хакерские техники изучил, а аналитик это тот, кто может хакерские техники применить, так, чтобы все проверить, ничего не сломать, и имеет методологию проверки. Это другой уровень понимания безопасности. Ну, а еще выше тоже мастерство тестирования на проникновение. Когда безопасности проводятся, говорят уже, что это не хакинг, что это пентест, тестирование на проникновение. А еще знаете, что на этом уровне, на этом уровне расследования инцидентов. Если вы хотите инцидент расследовать, ну, взломали, а мы нам не понравилось, хотим расследовать, то это тема отдельного разговора, отдельного пятидневного курса расследования хакерских инцидентов. И опять пригодится шифрование. Почему? Хакер взломал, все зашифровал, хотим расшифровать. Или улики как-то спрятал. А еще шифрование нужно, и снова где-то здесь находится, для курса по безопасности веб-приложений. У нас есть студенты с этого курса, сейчас этот курс проходит, тут их лабораторная работа, вот вам учебный сайт, можете взломать, и чтобы вас здесь было. Да, можем, вот уже начали писать с этого IP-адреса, взломали сайт. Безопасность веб-приложений, это снова тема отдельного курса, давайте три дня только веб-сайты будем ломать. На курсе по хакингу есть один день, посвященный безопасности веб-приложений, но если хотим детально с безопасностью веб-приложений разбираться, то тут не один день нужен три как минимум. Ну, хорошо, путь более-менее понятен. Вы или уже отучились, или учитесь, или вот как я отучился, и теперь что, у меня есть теоретические основы, я представляю из чего состоит информационная безопасность, и шифрованием владею, защитные меры могу применить, и даже техники хакинга, и как, как теперь что делать дальше. Я, допустим, специалист по шифрованию, ну, как что, ты у себя на предприятии, если администратор, можешь свои знания применять, настраивая какую-то технологию. Так я уже все настроил, вот смотрите, вот сайт специалиста, вот сертификат, вот все секьюрно, что еще настроить, все сделано, скучно, а развиваться хочется. и я вот в таком состоянии, вроде бы все изучил, а развиваться хочется, и мне хорошо. Я преподаватель, я курс читаю, я вместе со студентами что-то новенькое постоянно изучаю, за новостями слежу. Но недавно открыл для себя платформу Hack the Box. Таких платформ несколько. Существуют такие сайты, где можно попрактиковаться в расследовании инцидентов, в техниках хакинга и в шифровании в том числе. Знаете такой сайт? Если не знаете, рекомендую один раз в жизни на этот Hack the Box EU зайти и увидеть, что вот есть такой сайт для компаний подходит, для индивидуалов. Пишут, что она платформа игровая для того, чтобы изучать техники пентеста, то есть хакинга. Да еще видите, бесплатно, если деньги есть, платите 10 фунтов, еще больше заданий вам дадим. Кстати, уже интересно зарегистрироваться. Если вы захотите на этот Hack the Box зайти, вводи логин, пароль. Хорошо, а как, где регистрация? Нет регистрации. Вот видите, уже надо зарегистрироваться, а кнопки регистрации нет. И что вы будете делать? Вроде бы все изучил, техники взлома нам рассказывать. Вот ребята, кто у нас на курсе Авасп топ-10 учится? Что делать на сайт? Не дает регистрацию? Что будете делать? Подход всегда такой нестандартный. Может кто-то скажет, да я просто не буду лениться, посмотрю, что здесь есть, вниз прокручу, вот здесь будет кнопка join. Пусть она не перед глазами, но она есть, вот я ее нашел, вот здесь регистрация. А, регистрация есть, но код нужен. А кто нам даст пригласительный билет? А видите, что пишет? Ничего не бойся, взломай и сам себе выпиши пригласительный билет. Да не может быть. Да точно, вот как the box прям тут пишет взломайте и сами запишитесь и сами зарегистрируйтесь. О, какая интересная загадка. В общем, через недельку другую я еще один хочу семинар провести. Уже не такой вот для начинающих будет семинар, а для продолжающих. я уже расскажу такие вот техники продвинутые. Техники, которые мы применяем вот на этом уровне. У нас как-то был семинар и я рассказывал о техниках, которые применяем вот на этом уровне. Если может быть еще и не выложили, но если зайти на YouTube ко мне, вот практический пример атаки на веб-сайт. Можно посмотреть семинар. здесь я говорю давайте ребята я вам самые базовые приемы взлома сайтов расскажу для самых начинающих самые первые шаги чтобы было понятно всем. Вот мы часов посидели я вот рассказал можете это пересмотреть. Я собираюсь теперь еще через две недели провести семинар и еще семинар и сказать что теперь не базовые приемы а давайте теперь подвинутые приемы будем изучать. если вы хотите на такие семинары тоже попасть что-нибудь понимать попробуйтесь хотя бы за эти две недели на этом как-то боксе зарегистрироваться. не считаете что я рекомендую эту платформу ну почему потому что затягивает вот спрашивают у сквер инъекции там есть конечно есть почему затягивает потому что там форум есть да вот если у вас что-то не получается с заданием справиться можно на форум зайти опять регистрация нужна но здесь вроде бы попроще зарегистрироваться на форуме уже нет таких проблем ну или тоже как-то зарегистрироваться не в этом суть суть в том что здесь по заданиям можно подсказки смотреть но подсказки знаете какие больше издевательские что вы стараетесь стараетесь там есть решение можно решить то есть вы скачали файлик и файл говорит ну если вы специалист по шифрованию расшифруй меня вы не можете расшифровать приходите подсказку смотреть они вместо того чтобы вас учить пишут я расшифровал у меня все получилось а как я был упорный ой какая хорошая подсказка ну и в азарт входишь в азарт входишь спать не можешь часы напролет решаешь эту загадку поэтому не сказать что я рекомендую платформу но почему они рассказываю потому что я много тут задач каких порешал и то что сейчас расскажу вот для этого пригождается а на курсе может быть мы на это внимание и не обращаем почему потому что у нас академический курс у нас самое главное фундамент основы а там какая-то хитрость такая что ну начну я с того что всегда используется везде с чего начинается криптография это скодирование есть разные подходы к шифрованию на курсе я расскажу классический подход к шифрованию а сейчас говорю что начинается все скодирование почему потому что у нас символы символы для нас символы а для компьютера это нули единицы да действительно вот калькулятор откроем и в калькуляторе вы легко можете играть что вот есть число 16-ричное число и вот в 16-ричном виде какой-то код в двоичном вот такой и в двоичном виде все хранится для нас это буква с буква и а для компьютера это какие-то нули единицы при этом в 16-ричном виде это как-то вот так вот выглядит c а е е а 20 а на самом деле ца это буква к большое а это вот е 0 к это такой код ну к примеру и очень часто бывает нужно закодировать символы так чтобы их можно было напечатать вот как напечатать вот такой символ блокноте ну в паерпонте хорошо вставка символа а в блокноте как да но есть символы которые печатные большие маленькие буквы латинского алфавита сколько их 26 плюс 26 52 плюс цифры 62 ну плюс минус ну 64 а 64 если мы напишем это вот сколько бит это вот 6 бит ну от 0 до 63 а еще 2 бита остается в байте и вот они дают еще большее пространство в максимуме у нас FF 255 а мы только что 62 символа насчитали печатных то есть большая часть пространства в байте не печатная а часто бывает нужно это передать если веб приложение или почта как это сделать может быть так прям шестнадцатеричном виде запишем можно но неэкономно почему неэкономно чтобы одну букву записать мне нужно два байта вот буква С это байт и буква А это байт Е это байт и 0 это байт и в этом байте никогда не будет буквы У буквы З буквы Х потому что шестнадцатеричные символы это цифры до буквы от А до Ф А как сэкономить А можно экономить так можно сделать так чтобы дописывать любые символы чтобы два байта любых символов странслировать в три А еще экономнее три байта любых символов записать в четырех байтах печатных Я вам объясню как это на таком примере Допустим у нас есть какие-то три байта и мы не можем их напечатать потому что какая-то кракозябра рожица А в экзофайле в картинке такие символы нули единицы есть Но мы только что считали что печатных символов всего-то 62 насчитали А для этого нужно 6 бит ну хватит от 0 до 63 и можно вот так вот разделить что 6 бит это как бы одна буква зеленым вторая еще 6 бит третья буква и оставшаяся четвертая буква то есть было три символа любых произвольных от 0 до 255 не знали как их напечатать потому что английские буквы все знают а дальше начинается кодировка такая кодировка такая что там будут русские буквы или армянские грузинские как а тут все точно только английские буквы и вот эта кодировка называется base64 она чрезвычайно популярна и хакер изучает шифрование с этой кодировки base64 если вы этого не знаете ну может быть не знаете то тогда вот что вам нужно base64 что такое википедия вот эта вот статья она вам скажет вот значение любой символ в 6 битах кодирует и любую информацию вы можете закодировать печатными символами называется base64 но хакер же не будет вручную так делать да вот допустим пример вот этот вот текст википедии мы преобразовали вот в этот текст а как ты преобразовал ты же не мог автор статьи брать буква м что такое как она должна быть в битах буква а как она должна быть в битах как не мог быть но по счастью есть сайты которые это делают автоматически да инструменты есть утилитки есть в линуксе есть утилитка бейс64 прям в линуксе уже есть но даже если у вас нет никакого инструмента существуют ресурсы в интернете для этого только напишите бейс64 закодировать декодировать и найдете множество сайтов для этого я хочу узнать что они писали вот ввел видите мне автоматически расшифровалось также можно зашифровать в общем первое что вы должны знать с чего начинается шифрование для хайтера это понимание кодировки бейс64 может быть уже есть какой-то вопрос это я вам кратко прочитал статью википедии и хочу вас воодушевить четко понимать что такое бейс64 но движемся дальше бейс64 кодировка очень легко узнаваема сразу видно что это бейс64 ну потому что большие маленькие буквы минус-минус ну равно-равно вы не можете скрыть данные через это кодирование но можно сделать такое кодирование чтобы было непонятно что это кодирование здесь такой хитрый шифр шифр Бекона он не очень популярный но в чем идея Фрэнсис Бекон придумал такой хитрый ход он думает давай-ка любое сообщение же можно записать в виде нулей единиц верно же только что видели бейс64 так вот мы давайте будем писать не 0 и 1 давайте будем писать буквы вместо 0 а вместо 1 б так Фрэнсис зачем а и б давай будем а и у писать да давай а и у будем писать ну вот пожалуйста вот вам и кодирование к примеру вот задачка аналогичная того что вот на хакзбокс вы можете найти вот здесь вот вам песенка она вот такая а там есть пароль можете здесь пароль найти ну понятно что это не бейс64 но если вы знаете или предполагаете что это шифр Бекона то конечно сможете прежде всего надо знать что такое Бекон шифр сложно узнать в интернет зашли шифр Бекона Википедия помогай вам тут статья на русском английском что вот так вот он придумал буква а пять нулей буква б 0 0 0 1 или а б вот и вы говорите а что уж тогда я оставляю из всего текста только буквы ну которые чаще всего встречаются здесь вот у и а это же легко сделать или сложно конечно легко я прям в блокноте это сделаю возьму вот в блокноте открою и вот этот вот текст скопирую и в блокноте есть H знаете такую комбинацию Ctrl H и давай что ты хочешь заменять да вот допустим все пробелы убрать оставить столько ну и это легко сделать и вот все убрали осталось только вот такое U на B заменили на 5 разбили это снова Ctrl H тоже можно скриптами это делать хакеры таки норовят скриптик написать для этого это и в блокноте легко делается и вот теперь имеем вот такую вот а как теперь по этому шифру Бэкона расшифровать вот он хакинг вот хакер должен написать такую утилитку на питоне или каком-то языке программирования чтобы вот эти вот АБАБ не вручную в транслирую автоматически хорошая новость в том что многое уже написано например в гугле зашли поискали вот шифр Бэкона декодер вот тебе уже пожалуйста написан и даже как утилитка существует я думаю ну-ка что у меня тут получилось на предыдущем слайде вот такой вот текст да о я его здесь написал он мне тут же расшифровался вот он пароль пасворд в этом тексте понятно да идея что кодирование потихонечку уходит в шифрование и здесь начинается полет фантазии мы можем сказать так подожди если оно так то зачем шифр Бэкона давайте азбуку Морзе использовать точка тире точка тире а давайте вместо точки ставить а вместо тире у и снова мы поем а на самом деле это азбука Морзе что-то у нас записано а давайте собственный алфавит изобретем а давайте еще что-то сделаем вот на курсе по шифрованию у нас как вот программа давайте я вас научу шифрам популярным классическим давайте аес дес blowfish to fish вот эти вот алгоритмы изучать но есть и нестандартные алгоритмы здесь я хочу вас воодушевить вам инструктор не нужен вам нужно время хотя бы полчасика по окончании семинара может быть вы проведете на этом сайте квест хинт не поленитесь загляните смешной сайт сайта говорит собрали команды исследования исследователей множество таких вот прикольных шифров вот алфавит разные бывают а то еще бывают фантастические языки вот такой алфавит или вот такой алфавит да давайте вот так вот записывать а то еще плюс к алфавитам у нас могут быть еще и шифры где-то классические шифры а где-то явно смешные шифры вот какой-нибудь пазл код нашелся или код кенни слышали о таком а а он есть и где-то на сайте в интернете можно про него прочитать а здесь на этом сайте все собрано и вот видите кенни придумал такой шифр вот буква а м буква б м м п и вот давайте прочитаем что у него написано м ф п м п что он такое закодировал ну-ка м ф п м п видите я на ходу и раскодировал что у него написано понимаете да что это вот сбор таких вот нестандартных алгоритмов что думаешь да прикольненько весело вот например вот хороший шифр да треугольничек и точка вот здесь стоит ну мало ли кто геометрию рисует а это буква н а если треугольничек вот такой и точка вот здесь стоит это буква а да хороший шифр а то вот еще вот такие вот буквы цифры а вот еще в общем ребята вот вам горизонт интересно алгоритм такой алгоритм такой алгоритм такой алгоритм такой и представляете вы расследователь хакерского инцидента и выявите что потенциальный нарушитель какие-то там свои контакты явки пароли закладки как-то хитро зашифровал и вот ваше искусство расследователя инцидента в том чтобы предвосхитить а какой же нестандартный алгоритм использовался и как же нам его теперь раскодировать ведь может быть интересно может быть его закодировали вот так а потом взяли перекодировали вот так а потом еще вот так закодировали вот так и еще вот так закодировали такое тоже может быть я уже не буду вам про нестандартные алгоритмы рассказывать потому что на этом сайте квест хинт видели да эти алгоритмы смешно и весело написано тут вам реальный инструктор не нужен нужно ваше увлечение мне вот интересно полчаса посмотрел уже поднабрался вон она как бывает два часа посидел еще больше нестандартных алгоритмов узнал и хочу вам сказать о том а как теперь понять каким алгоритмом текст зашифрован как определить алгоритм как the box скачали файли расшифруй вы расшифровали второй раз расшифровали преобразовали и вот такой код но это не b64 а что это и здесь конечно можно выполнить какой там брут форс я хочу предположить что это шифр такой-то не расшифровывается хочу предположить что это шифр такой-то не расшифровывается более того может быть что коды использует некий ключ и чтобы раскодировать марна мало знать алгоритма еще лучше нужно знать но если вы как я по образованию математик если у вас в институте был предмет теория вероятности математическая статистика то вы представляете прекрасный мир математики мир дифференциальных уравнений криволинейных интегралов это вот высокая математика мне об этом легко рассуждать потому что я по образованию математика диплом с отличием мне только дай обсудить какое-нибудь дифференциальное уравнение или какие-нибудь уравнений но с точки зрения хакера некогда объяснять надо срочно понять что за алгоритм использовался и все теории вероятности исследования операций математической статистики дифференциальных уравнений математического анализа чтобы вот это все было запрограммировано и чтобы мы только взяли вот этот текст подозрительные вставили и он бы нам точно сам сказал я знаю знаю это к примеру шифра веженера юмор в том что такие ресурсы существуют вот например когда я решал различные задачи я нашел сайт компарер называется в зеркалах может быть и вот в этот компарер заходим и этот сайт может быть инструмент инструменты тоже существуют у нас есть различное представление по статистике что если есть какие-то символы или еще что-то на что быть похожи посчитаем число вхождение какой-нибудь отклонение процент того процент всего четность нечетность разделим на 2 разделе на 25 то есть какая-то математика здесь есть она нам не нужна нам важно что нам важно что мы жмем compare и нам система говорит скорее всего это visioner алгоритм веженера потому что отличается от него только вот на 6 параметров но может быть и какой-то вот куак мир и 3 а может быть еще и порта а может быть еще и форск вэр и что-то там еще но уж совершенно точно это не полюкс потому что уж большие отличия от того что мы видим от нашего представления ошифрованным этим алгоритмом тексте какой хороший ресурс да мы сразу знаем что это шифра visioner и в чем дальше на допустим мы не ходили на курс по шифрованию мы не знаем что такое шифра visioner но википедия помогает что такое visioner и вам учебник будет говорить что вот есть такой алгоритм и вот так то так то пароль использует знаете что еще приятно что есть в арсенале хакера по шифрованию что существуют инструменты крипто анализа и расшифровки на курсе по хакингу мы изучаем такие очень мощные инструменты но даже если без этого курса по шифрованию есть даже сайты которые это делают приставить ничего не надо вы можете взять вот visioner solver есть это то что за вас выполнит крипто анализ и расшифрует любой текст несколько слов о крипто анализе читали ли вы пляшущих человечков рассказ шерлока холмса если хотите изучать шифрование а шерлока холмса пляшущие человечки не читали прочитайте чем идея и идея в том что у шерлока холмса как-то был случай что была записка а в записке вот такие пляшущие человечки а не было тогда компьютеров была только трубка и он сидел думал думал и расшифровал как расшифровал используя на самом деле как это по-научному называется используя частотный анализ частотный анализ он смотрел и думал так самая популярная буква алфавита там какая е или а а какое самое популярное слово в английском языке уже наверное вот эти вот человечки означают букву е а это буква d и вот так вот по букве по букве расшифровал и вот сейчас этот ручной анализ криптоанализ проводить уже нет необходимости потому что если алгоритм сложный даже если вы эксперт математик вы вручную все равно это не сделаете вам все равно нужна программа которая этот процесс анализа частот анализа триад анализа энтропии за вас сделает и такое существует такое есть уже сделано есть инструменты для и даже сайта есть для этого давайте проверим вот нам сказали что это шифра виженера а вот где тут мы видели сайт сайт говорит а я решу решаю то есть расшифровываю текст зашифрованный шифром виженера какой-то математик постарался написал уравнение для криптографического анализа а программист написал код который это делает наверное view source может быть можно и посмотреть этот код если он на джаваскрипте написан вы вставляете взломать шифры и вот пожалуйста что он нам скажет он говорит все получилось вот читая текст про шифра виженера а пароль у него был hello world а какой-то молодец как-то это сделал если хочешь теоретические основы то пожалуйста мы прикоснемся к этим теоретическим основам когда будем изучать на курсе по шифрованию крипто анализ уж будет полдня я уж скажу давайте поймем какие есть методы для крипто анализа частот с такой метод такой метод но хакеру особенно это не нужно вряд ли вам придется реально выполнить какой-то интегральный или дифференциальный крипто анализ скорее всего вам нужно будет подобрать инструмент который это уже делает вы этим воспользуетесь как бы для сейчас сделал и расшифруете такое сообщение ну вот пожалуй все что я хотел рассказать за эти 45 минут семинара мы бросили взгляд на то как двигаться по пути этичного хакинга по пути этичного хакера как идти и какова роль шифрования на этом пути заодно увидели как можно закодировать любые данные как можно скрыть кодирование какие могут быть не стандартные алгоритмы здесь не познакомиться как можно определить таким алгоритм шифрование зашифровано сообщение что существуют инструменты для этого и получили представление о том как выполняется крипто анализ шифрованных данных к этой теме случай был в реальной однажды команда выпускников центра специалист играла в кибер олимпийских играх если канцел эта компания которая курса предлагает на вендор мало того что курса предлагает который был специалист и авторизованно читая как авторизованный учебный центр ярко авторизованный инструктор а еще совет по электронной коммерции соревнования устраивает кибер олимпийские игры команды со всего мира регистрируйтесь мы вам будем давать задание и будет у вас первый тур второй тур третий тур а кто выиграет приезжайте к нам в америку в вашингтон или где там будет конференция и играют финал сейчас уже не очень хорошие отношения и с визой сложно в этом году не поедем но как то вот мы играли даже финал вашингтон летали играли но к чему рассказываю потому что наша команда выпускников играла второй тур вот мы играем второй тур а там снова вопросы задания аналогичные тому вот как да бог что показывал но здесь совсем другое отношение вот нам дается четыре часа и мы знаем что еще 100 команд со всего мира имеют те же самые задания те же самые четыре часа и какая-то платформа вон индусы решили такую-то задачу блин а мы не можем решить мы тоже хотим ура мы тоже решили и в чате команда специалист решила задачу ой мы побеждаю вперед и вот эффект соревнования азарт и представляете задача такая неважно что там другие были были задания мэган сказала что чего-то там и мы такие смотрим ребята кто такая мэган что такое король какой пароль ничего не понимаем ну ладно не решим эту задать давайте другие задания решать и мы другие задания решили и все равно прошли следующий тур и вот представляете мы второй тур завершили вот третий тур если мы третий тур закончили летим финал если мы не выиграем третий тур но не вышли финал и там снова задачи задачи там сайты мы ломаем безопасность приложение был третий тур и вот один сайт взломали 2 изломали 3 изломали и 15 минут ну полчаса до окончания а задача не сразу все вываливаются постепенно и вот за полчаса до окончания раунда нам пишут вот такое вот мэган сказала что пароль для сайта вот такой скажите правильный пароль вы представляете да наше недоумение и мы сидим на 6 человек команде я капитан и 6 наш студентов ребята а это уже на втором туре мэган нам чего-то говорила а мы не знали что да мы не знали что вот если бы мы знали что мэган нам пригодится между турами неделя проходит 2 мы бы эту мэган из-под земли достали но мы не знали мы радовались ура мы прошли мы в третий тур вышли и вот вот тебе пожалуйста мы идем наравне вот 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 если вы ответите король пароль для сайта все вы победители полетели в финал соревноваться вы лучшие а вот если не ответите ну извините вот индусы посоревнуются с голландцами вместо вас но представляете вот мы сидели мозговой штурм и вот мы за 15 минут решили эту загадку узнали что то кто такая мэган король пароль для сайта если вам интересно хотите поиграть поставьте себе таймер 15 минут на сайт специалиста напишите мэган одна единственная ссылка приведет сюда и вот вам задача мэган сказала что пароль для сайта такой скажите мне король по какой пароль для сайта а я скажу вот молодец вот специалист по шифрованию вот крипто аналитик вот расследователь инцидента такая смешная игра ну я не скажу семинар мы на этом закончим но если вдруг мало ли вы скажете сергей палыч что-то наделал я теперь спать не могу я уже две ночи играю такое кстати бывает вот как за бокс он именно такой что сидишь на форуме тебе пишешь спасай я два месяца не могу решить задачу у меня все помоги ну тогда вы мне напишите я скажу ладно скажу я легко найдете сергей клевогин достаточно уникальное имя находите меня в социальных сетях facebook вконтакте одноклассники сергей клевогин добавляйте друзья и будем оставаться на связи будем в контакте будем дружить есть еще несколько минут если какие-то вопросы пожалуйста есть время задать но на этом наши семинар по применению шифрования в отличном хакинге и треку курсов закончен всем успехов применение знаний и до новых встреч в эфире